Практическая гавань пять лет назад, ставшая главной базой ВМС Украины, превратилась в боевой лагерь многонациональной группировки учений Сибриз. 125 водолазов НАТО и Украины демонстрировали свои навыки поиска различных предметов под водой, и тут каждая страна представила свою техническую изюминку. Дебютанты подобных показов латвийцы привезли вот такой автономный аппарат для обследования дна. Его главная задача просканировать грунт. Он этого сделает с помощью своего сонора бокового зрения. В каждую сторону у него идет звуковой луч, понимаем обратный сигнал, гидролокатор. Потом мы его достаем, скачиваем с него данные, обрабатываем данные, классифицируем объекты. И если мы думаем, что объект какой-то подозрительный, взрывоопасный, даем на идентификацию водолазам. Порой обезвреживать мины, даже если ты сапер морских сил, приходится и на суше. Для этого военные используют иной набор аппаратуры и снаряжения. И тут на первый план выходит не только защищенность, но и эргономичность. Сейчас на мне снаряжение американского сапера из-за того, что оно выстроено буквально по миллиметру вашего тела. Оно очень легкое, несмотря на то, что выполнено из достаточно тяжелых материалов. Коварный противник, говорят саперы, не просто усложнит разминирование, но и сделает все, чтобы найти взрывное устройство было невозможно. Так называемыми на ловушке рутинное занятие для специалистов. Но жительный технический арсенал и для подводных операций есть распоряжение военных США. Рисковать собой в морской пучине совсем не обязательно. Для этого есть специальный комплекс. Он и обнаружит и детально покажет интересующий предмет под водой. Это суммерсивная культура. Выдавайте на ее проект, выводите, чтобы вырос на дни, чтобы выставить на дни, чтобы выставлять до дни. Это действительно очень рапид, рапид плотом. Систивная из-за информации, чтобы выставить в этом направлении. Для порт-дамаж assessment, вместо того, чтобы выставить, вы нарушаете дни, чтобы выставить этот систем, и выставить из-за информации. С, если бы если истом в мировой пирсе, у нас будет присутствовать и пирс, мы можем увидеть, чтобы вы не сможете от дни, Руководствуясь девизом «теория – это хорошо, но практика лучше», военные приступили к отработке спуска в подводной сварке и обследованию затонувшего объекта. Здесь действовали сразу несколько групп с разным снаряжением. Самым сложным этапом, конечно же, была подводная сварка. Процесс с множеством нюансов. Традиционный эпизод подводного компонента – отработка нештатной ситуации. Во время подводных работ одному из американских водолазов стало плохо, и он перестал дышать. Теперь его необходимо достать из воды, освободить от снаряжения и очень быстро поместить в барокамеру. В реальной жизни, говорят американцы, такие ситуации – большая редкость из-за повышенных норм безопасности и требований к водолазам. В то же время не скрывают удовольствия работать с украинскими коллегами. Тем временем синхронно с водолазами боевой работой занялись их коллеги-моряки. К американскому эсминцу «Карни» и украинскому флагману фрегату «Гетман Сегайдачный» в открытое море из практической гавани вышли грузинский катер, два румынских и один болгарский корвет. Вскоре к этой группировке присоединятся фрегаты из Великобритании, Канады и Турции.